Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» совместный проект национального телевидения и прокуратура Чувашской Республики и я, и ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с соблюдением законодательства о социальной защите детей и инвалидов. Все мы прекрасно понимаем, что здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Но, к сожалению, случается так, что у некоторых людей возможности этого здоровья в определенный момент становятся ограниченными. Государство должно и обязано оказывать таким гражданам поддержку для того, чтобы они чувствовали себя социально защищенными и полноценными членами общества. Сегодня мы хотели бы поговорить о социальных правах детей, чей недуг, к сожалению, привел к инвалидности, а также о том, насколько они соблюдаются в нашей республике, есть ли необходимость их защиты и как это можно сделать. Сегодня на студии старший прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашской республики Алина Борисовна Савельева. Здравствуйте, Алина Борисовна. Здравствуйте. Алина Борисовна, сегодня мы говорим о правах такой категории граждан, как дети с ограниченными возможностями здоровья. Все-таки хотелось бы уточнить, действительно, какими правами они обладают по дечной законодательству, какие льготы и гарантии предусмотрены для них государством. Наше государство гарантирует предоставление детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, целого ряда льгот. Все эти льготы разбросаны в различных кодексах федеральных, региональных законах и подзаконных нормативно-правовых актов. В действующем законодательстве предусмотрены различные льготы для детей-инвалидов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, пенсионного и жилищного обеспечения, трудоустройства, оказания юридической помощи. Например, в соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации детям-инвалидам положена ежемесячная социальная пенсия, размер которой с 1 апреля текущего года увеличен и составил около 11,5 тысяч рублей. Кроме того, согласно требованиям федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации, дети-инвалиды имеют право на получение ежемесячных денежных выплат, на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания. При наличии медицинских показаний дети-инвалиды имеют право на получение путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, в том числе сопровождающему лицу положено. Также имеют право на технические средства реабилитации. Но в соответствии с законодательством об образовании для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут обучаться в образовательных организациях, получение образования может быть организовано на дому, либо в медицинских организациях. Кроме того, при получении детьми-инвалидами дошкольного образования предусмотрено освобождение законных представителей от родительской платы. Кроме того, существует множество льгот для семей, воспитывающих детей-инвалидов. В частности, трудовым законодательством предусмотрены дополнительные оплачиваемые выходные дни по уходу за ребенком, сокращенный рабочий график, право на досрочное назначение трудовой пенсии. Работников, имеющих детей-инвалидов, разрешается привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в праздничные и выходные дни, а также направляя служебные командировки только с их письменного согласия. Также имеются и налоговые льготы. Согласитесь, что у детей с ограниченными возможностями здоровья действительно могут быть разные заболевания, требующие серьезного лечения и реабилитации. Всегда ли это должным образом обеспечивается государством? К сожалению, не всегда должным образом соблюдаются требования законодательства в сфере лечения и реабилитации детей-инвалидов. В бюджете не предусматриваются в достаточном объеме средства на обеспечение лекарственными препаратами детей-инвалидов, в том числе детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. И в результате этого в ряде случаев дети-инвалиды своевременно не могут получить жизненно необходимые лекарственные препараты. По всем таким фактам принимаются меры прокурорского реагирования. Также на местах имеют вместо случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей. Например, прокуратура Бресенского района в деятельности Бресенской центральной районной больницы в ходе проведенной с привлечением специалистов контролирующих органов проверки установлены факты ненадлежащего медицинского обслуживания и обеспечения лекарственными препаратами одного ребенка-инвалида. Врачам-педиатрам данной организации при назначении ребенка жизненно необходимых лекарственных препаратов не были выписаны бесплатные рецепты и также не использована возможность организации отсроченного обслуживания рецептов прикрепленной аптечной организации. Кроме того, для получения лечения в стационарных условиях ребенком-инвалидом не была организована закупка необходимых лекарственных препаратов. В связи с чем по договоренности ребенка направили в одну из детских больниц города Чебоксары. По выявленным фактам нарушения прокуратуре Бресенского района в адрес главного врача центральной районной больницы внесено представление по результатам рассмотрения которого нарушения устранены и виновные лица привлечены к ответственности. Алина Борисовна, вы уже упомянули о санаторном курортном лечении для детей-инвалидов и о технической сельской реабилитации, которая по медицинским показаниям полагается им по закону, имея в виду различные кресла-коляски, трости и так далее. Вот всегда ли на самом деле то, что положено им по закону, действительно им предоставляется? И реализуются действительно ли эти требования законодательства на практике? На практике, к сожалению, имеют вместо факта несвоевременное обеспечение детей-инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение, техническими средствами реабилитации и возмещение компенсации за его приобретение. В данном случае прокурорами активно используется возможность защиты прав детей в порядке статьи 45-й Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то есть по поступившим обращениям законных представителей в суд направляются исковые заявления об обязании соответствующих органов обеспечить детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. К примеру, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации одному 8-летнему ребенку-инвалиду, проживающему в Козловском районе, полагались технические средства реабилитации в виде слухового аппарата. В этой связи законные представители обратились в Центр социального обслуживания Козловского района с письменным заявлением, но тем не менее заявление осталось без удовлетворения. И чтобы обеспечить получение ребенком начального образования, родители были вынуждены приобрести за свой счет эти слуховые аппараты, после чего они повторно обратились в Центр социального обслуживания, но тем не менее до конца 2014 года денежные средства не были возмещены. И в этой связи прокурор Козловского района обратился в социисковое заявление, и требования прокурора были удовлетворены, и в интересах родителей детей и ребенка-инвалидов были взыскины средства в размере около 600 тысяч рублей. Но такие, конечно, примеры не единичные. В Московском районе по подобному факту прокурор обратился с социисковым заявлением об обеспечении ребенка техническими средствами реабилитации в виде кресла, колясок и туторами для ног и для рук, которое было и рассмотрено в текущем году, и удовлетворено. И в апреле, в конце апреля ребенок уже получил необходимые технические средства реабилитации. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. В одной из комнат этого дома живет трехлетняя Маша, страдающая детским церебральным параличом. Пандусы тут еще с 90-х годов, которые для колясок уже давно непригодны. Хотя и инвалидной коляски до недавних пор у девочки не было. Еще 10 июня 2014 года нам прописали по программе ИПР коляски прогулочную комнатную, туторанную на две ноги, обувь ортопедическую. Я обращалась в соцзащиту, откуда должны предоставляться все эти предметы. Но у них не было уже средств, не было договора с министерством протезного предприятия, поэтому тутора не выдавались. Но отказ Наталью не остановил. С помощью совета дома она обратилась в прокуратуру, после чего дело было передано в суд. Там оно долго не пролежало. Ровно через два месяца все технические средства реабилитации маленькой Маши были доставлены прямо до дома. Но забот у матери все равно достаточно. Мы обращались в министерство здравоохранения. Хотим выехать в Москву на реабилитацию, либо в какой-нибудь другой город. Потому что здесь нам не предлагают никакой реабилитации. Но пока от министерства нет ответа. Квоту ждем. Надеюсь, выделят. Если Маши не будет в списках детей-инвалидов, которые отправятся на лечение в Москву от Минздрава, то ее маме придется организовать сбор средств самостоятельно. К этому Наталья готова, и она по-настоящему верит в улучшение здоровья своей дочери. Алина Борисовна, вы уже сказали, что детям-инвалидам полагается социальная пенсия по инвалидности. Как обстоят дела с выплатой пенсии детям-инвалидам, и нет ли здесь нарушений? Целом требования законодательства, законодательства о выплате детям-инвалидам государственной пенсии соблюдаются. В ходе проведенных проверок фактов необоснованного отказа в оплате пенсии при остановлении не установлено. Также не поступало обращение граждан по данным вопросам органа прокуратуры республики. В то же время Канарской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлено случай присвоения опекуном денежных средств, которые выплачивали ребенку-инвалиду в качестве государственной пенсии. То есть, получив предварительное разрешение органа опеки попечительства на использование этих денег, на содержание воспитания и образования ребенка-инвалиды, опекун потратила их, то есть, обратила свою пользу. В данном случае материал проверки Канарской межрайонной прокуратуры направлен в органы предварительного расследования для проведения, то есть, в органы полиции для проведения процессуальной проверки. Я думаю, вполне понятно, что дети с ограниченными возможностями имеют определенные сложности с получением образования. Вот как обеспечивается и обеспечится ли вообще доступность образования для указанной категории граждан? Ну, в целях обеспечения получения детьми-инвалидами образования используются различные формы и модели их воспитания и обучения. Имеется сеть специальных коррекционных общеобразовательных организаций для детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в ряде образовательных организаций создана универсальная безапарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Установлены пандусы, поручни, средства ориентации детей-инвалидов по зрению, слуху, оборудованы зоны оказания услуг, санитарно-гигиенические помещения и другое оборудование. Однако не везде созданы належащие условия для получения детьми образования, то есть в том числе и в образовательных организациях. Не все организации культуры, досуга, спорта доступны у нас для детей-инвалидов. Но в данном случае, естественно, прокурорами принимаются меры прокурорского реагирования. Суды направляются исковые заявления, вносится представление в адрес учредителей данных организаций. Что вы имеете в виду? То, что говорили, что учреждение, здание недоступно для лиц ограниченной возможности. Что вы имеете в виду конкретно? Ну, отсутствуют поручни, пандусы, чтобы... Тут же самый инвалид-колясочник мог, соответственно, попасть в помещение. Да, мог попасть в данное учреждение. Скажите, а есть ли нарушения, связанные именно с процессом предоставления образования указанной категории граждан? В ходе приведенных проверок, а также выявлено именно при получении детьми инвалидами образования. Например, прокуратура Маргаушского района в одной из школ районов установлены факты отсутствия учебных планов, образовательных программ, расписаний для занятий с детьми инвалидами, обучающимися на дому. По таким фактам в адрес начальника управления отдела образования несено представление, которое находится на стадии рассмотрения. Прокуратура Ядринского района выявлена факта необеспечения психологопедагогической поддержки при получении образования детьми, в том числе и детьми инвалидами в детском саду комбинированного вида. Заведующая детским садом в качестве педагога-психолога на полставки по совместительству приняла специалист отдела образования молодежной политики администрации Ядринского района, которая по основному месту работы должна была находиться с 8 до 17 часов. Последние местоположенных 4 часов в детском саду работало всего 1 час во время обеденного перерыва. По данному факту, по инициативе прокурора Ядринского района возбуждено уголовное дело в отношении данных лиц. Спасибо. Я еще раз напоминаю, что с нами была старшая прокурор отдела по делам несрешнолетних и молодежи прокуратуры Чувашской республики Алина Борисовна Савельева. Как видим, не всегда дети с ограниченными возможностями здоровья получают должную поддержку со стороны государства и общества. К сожалению, все еще не редки случаи порой черства безразличного отношения к их проблемам. Еще страшнее видеть, когда нарушаются их права и приходится вмешиваться в прокурору. Ведь в любом демократическом обществе граждане не должны чувствовать себя ущербными и обделенными независимо от того, насколько они здоровы. И мы все должны к этому стремиться. До новых встреч в эфире.